Псалом 132 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Многие предметы хороши, но не имеют приятности. Другие доставляют удовольствие, но не хороши. То и другое соединиться может весьма нелегко. Но в том, о чем говорит пророк, соединилось то и другое и приятность, и доброта. Такова преимущественно любовь. Вместе с пользой она заключает в себе и удобство, и приятность. И ее здесь он и прославляет. Он говорит не просто о жительстве и не о пребывании в одном доме, но о жизни вместе. То есть согласием и любовью, потому что отсюда происходит единодушие. Сказав, что это хорошо и приятно, он потом объясняет свои слова примерами и приводит вещественные сравнения, которые могут представить слушателю предмет в яснейшем виде. Какие же это сравнения? Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон, будучи первосвященником, помазался миром, которое источалось со всех сторон. И от этого помазания он был весьма вожделенен, приятен и любезен для взиравших на него. Как он, говорит пророк, будучи помазан миром, блистал видом, был светил лицом, исполнен великого благоухания и доставлял приятность, взиравшим на него очам. Так прекрасно и это, и как то зрелище не только было хорошо, но и приятно для зрения, так и это доставляет душе удовольствие. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Приводит и другое сравнение, которое заключает в себе великую приятность и доставляет зрителю удовольствие. Не напрасно сказал он это. Так как до плена десять колен израильских и два колена жили отдельно, отчего происходили многие беззакония, возмущения, распри и войны между ними, то он убеждает, чтобы этого не было и советует, чтобы народ более не разделялся. Но жил вместе, соединенно, под управлением одного начальника и царя, чтобы любовь проходила от начала до конца, как роса не сходит на все. Он сравнивает любовь с миром и росою, желая показать посредством первого ее благовоние, а посредством второй успокоение и приятность вида. Ибо там заповедал Господь благословение. Где там? В такой жизни, в таком согласии, в таком единодушии, в таком сожительстве. Действительно, это благословение, а противное тому проклятие. Вот почему некто прославляет и говорит, любовь, братья, единомыслия искренних, и муж и жена между собой согласны. Другой, прикровенно выражая силу единения, говорит, Если уснут двое, то им тепло, и веревка, скрученная втрое, не скоро порвется. Экклесиастам 4.11-25.2 Показывает здесь и удовольствие, и силу, внушая, что и во время покоя будет великое удовольствие, и во время деятельности великая сила. И еще. Брат брату помогает, как город крепкий. И Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди их. И самая природа требует этого. Поэтому и в начале Бог, создав человека, сказал, нехорошо человеку быть одному. И сотворив живое существо, то и жену с необходимостью общения соединил ее с мужем, желая бесчисленными способами сблизить нас между собою. И жизнь вовеки, хорошо пророк прибавил это, где любовь, там великая безопасность, великое благоволение Божие. Она мать всех благ. Она корень и источник их. Она прекращение войн и истребление арастрии. Выражая это, он и присовокупил. И жизнь навеки, действительно, как несогласие и раздор причиняет смерть, и смерть преждевременную, так любовь и согласие производят мир и единодушие. А где мир и единодушие, там все в жизни безопасно и вполне надежно. Но для чего говорить о настоящем? Любовь доставляет нам небо и неизреченное благо. Она царица добродетели. Зная о Тобе, мы ревностно питать ее в себе, чтобы нам получить и настоящее благо, и будущее, которых досподобимся всем и благодатью человеколюбимого Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом. Слава во веки веков! Аминь.